И вот такое уже случилось. Вы представляете, 15 лет назад, в октябре месяце, я сделал свою замечательную программу «Автостоп». И она уже 15 лет как в эфире. И вы все 15 лет смотрите нашу передачу. И меня это радует, потому что за 15 лет целесообразность этой передачи не потерялась. Естественно, мы вам показывали в большом количестве те автомобили. Я даже не помню, на каких машинах я только и не ездил. Естественно, это были дураки и дороги. Естественно, остальные передачи, которые мы будем говорить, что они принесли смысл в вашу жизнь. Потому что вы такие же умные люди, как и я. И вы такие же странные товарищи, как и другие человеки. По одной простой причине. Вы смотрите мою передачу и не понимаете, почему я езжу на ваших автомобилях, которым уже 20 лет. И может быть еще и больше. Но пункт номер один. Когда я начал ездить на своих машинах, я купил машины, в принципе, крутые. И в то-то время они смотрелись и очень шикарно, так как они и сейчас смотрятся. Потому что машины, которые я покупал, им было всего по 8 лет. 8 лет для иномарки. Что это такое? Это самый сок. Машина работает. И машина показывает вам результат. Но, к сожалению, и мне это очень сильно понравилось, я понял, что с этими машинами я не хочу расставаться вообще. Потому что это было круто. То есть, как я ехал на Форде, и он меня до сих пор радует. Как я ездил на Линкольне Таункаре, если бы честно, я бы его и сейчас и купил. Потому что я ездил на 600-м Мерседесе, и он у меня в том числе и есть. Потому что это предел совершенства. Кроме всего прочего, естественно, эти машины прожили свою определенную жизнь. А теперь это уже олдтаймеры, переходящие в раритет. И через 5-10 лет эти машины вернутся на круги свои и будут стоить очень больших денег. Другого варианта нет. Это, к слову, от тем товарищей, которые надо мной смеются. Ребята, да вы смеетесь, смеетесь, смеетесь потом. А еще лучше купите себе новые машины. Потому что хороша тема, новая машина. Только ценники сейчас весьма интересные. А за сколько вы ее продадите? Думайте сами, господа, думайте сами. А если вы не думаете сами, то делайте, как я. Потому что я же знаю, как ездят пенсионеры в Соединенных Штатах Америки. Они покупают себе машину за 700 долларов. И она так же. Так же у нее кондиционер работает. Все, 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 у нее есть в порядке. А потом это дело все продается. И кто-то может говорить. Вот на улице кризис. Является ли это состояние кризисом? Да нет, это не состояние кризиса. Я просто внимательно смотрю. Можете за моей спиной посмотреть на машины. В большинстве своем, в 40% случаев, это новые машины. То есть люди продолжают жить в кредит. Они покупают квартиры в кредит. Благо сейчас недвижимость, естественно, опустилась в долларовой цене. Ну и чуть-чуть в рублях. И поэтому сейчас есть возможность покупать и недвижимость, и в ипотеку в том числе. Как мы живем? Да живем нормально, в принципе. Да, нет тех денег. Но, тем не менее, мы о чем сейчас говорим? То есть цены, как и были прежними, так они и остаются. Но дело в чем заключается? Как стоили сегодня 500 долларов, так они сейчас так же, столько же и стоят. Вот и все. Постольку-поскольку вы зайдете в магазин и посмотрите, как люди покупают компьютеры и периферию. Так же берут, так же все влазят в кредит. Никаких проблем нет. Так что вернемся на круги свои. Ну, для самых и тех, кто понимает, что рано или поздно телевидение не зайдет на нет, я так думаю, что пока я еще здесь и пока я делаю свои передачи, мне телевидение хватит вот на столько. Постольку-поскольку. Но чуть дальше и чуть позже, естественно, будет в интернет. И вот для интернета, господа, вам исключительная принадлежность. Практически бесплатно. Ну, типа. То есть 50 рублей за просмотр. В конце каждого месяца вы можете посмотреть. Я эти суммы вам предоставлю. Итак, мы празднуем. Праздновать будем хорошо и красиво. Где мы все это дело будем праздновать? Рядом со мной у меня есть огромное-огромное поле. Я его сам выкосил. И вот там, числа 5 октября, мы устроим концерт, посвященный деятельности нашей передачи. Кто-то будет выступать. Еще раз говорю. Я хотел бы на этом мероприятии видеть тех людей, которые мне необходимы и с которыми мне бы хотелось поработать. Но, с другой стороны, есть и обыкновенные люди. И все, кто хотел бы принять участие, позвоните по моему телефону 8 952 526 68 65 или посмотрите в конце передачи. И вы спокойненько со мной созвонитесь. Будет дискотека, будет шоу нормальное, где мы все это дело вам и продемонстрируем. В 95% случаев я это делаю, сам снимаю и сам это буду вести, естественно. Что это будет такое? А вот вы вместе с нами это и посмотрите.